Здравствуйте, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. В этом видео я хочу показать вам три очень простых карточных трюка, которые повторит любой человек с любой колодой. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, что спонсорами нашего сегодняшнего выпуска является магазин MagicLessonshop.ru. Именно в нем вы найдете самые дешевые цены на колоды. Если не верите мне, тогда перейдите по ссылке в описании и убедитесь в этом сами. Ну что ж, а мы приступим. Для начала мы колоду нашу потасуем самыми различными способами. Вот так вот можно потасовать. Итак, значит, колода самая простая. То есть ничего необычного, на первый взгляд, в ней нет. Смотри, я сейчас буду пролистывать вот таким вот образом. В любой момент останови меня. Поехали. Стоп. Стоп. Запомни карту. Запомнила. Запомнила? Мы эту картишечку вот так вот уберем. Серединочку, как следует так вот уберем. Это было очень просто. Твоя карта появляется снизу. Давай-ка влубим. А вот и нет. Ты уверена? Да. Не лжешь? Хорошо, я поступлю еще проще. Бумс. А вот это уже точно твоя карта. Никак тебя не проведешь. Шокер. Да. Ну что ж, друзья, давайте, значит, поглядим, как делается этот трюк. Трюк этот очень простой. Для этого вам необходимо всего лишь вывести карту зрителя наверх колоды. Как я это сделал в фокусе? Значит, я пролистываю, меня остановили на этом месте. Я дал запомнить карту. То есть сейчас у меня это двойка червя. На эту двойку червя я должен налистать оставшуюся колоду, но я подкладываю здесь вот мизинчик. И получается, что налистываю все это дело на мизинец. Вот так вот раз. Налистал. То есть мизинец у меня разделяет карту зрителя. Ну а с этой стороны кажется, что как бы все так неплохо, все нормально. Далее мне необходимо карту зрителя вывести наверх. Как я это делаю? Я вот так вот зажимаю, забираю нижнюю часть, перевожу наверх. Далее забираю вот эту вторую нижнюю часть, также вывожу наверх. Подравниваю колоду. Карта зрителя верхняя. Но я говорю, смотри, твоя карта снизу, это было чертовски легко, паренек. Он говорит, нет, что вы, сэр, это не моя карта. Я говорю, ну хорошо, тогда я поступлю еще проще. Я сделаю вот так вот. И с этими словами вы захватываете колоду. Вот таким вот образом. И вот так вот ее как будто бы скидываете. Но в последний момент вы должны нижнюю карту придержать. То есть получается, что колода вот так вот переворачивается. А вот эта нижняя карта у вас остается в руке. То есть вы как бы вот этими подушечками среднего и безымянного пальцев, указательного тоже, должны эту карту как бы придержать и зажать ее с большим. То есть вот так вот раз, стянули, да, потом вот так вот раз, и вот она у нас в руках. Итак, второй трюк. Все то же самое. Сейчас я пролистываю колоду. В любой момент меня остановить, скажи стоп, поехали. Стоп. Стоп. Напомни карту. Напомню. Раз, два, три. Итак, для того, чтобы найти твою карту, я как следует наэлектризую колоду. Вот так вот ее натру. Не выезжает. Еще раз натру. Появляется твоя карта. Здорово. Хоть она? Физика. Или магия. Окей, друзья, давайте научимся этому трюку. Данный трюк очень простой. Но надо немножечко порепетировать с ракурсом. То есть в демонстрации, когда я показывал, немножечко я сделал неправильно. Ну да ладно, бог с ним. Карта зрителя может оказаться в любом месте, в принципе. Итак, значит, попросите зрителя остановить вас в любой момент. Начинаем пролистывать. Зритель сказал стоп. Даем ему запомнить. Семь червей. Также налистываем на мизинчик. То есть семерочка червей у нас остается здесь вот. И мы на мизинчик вот так вот все это налистали. Далее выводим эти карты наверх. То есть я вот так вот зажимаю их на этой границе, да. Отрываю снизу часть. Раз. Снизу часть. Два. Вот она карта зрителя наверху. Далее мы говорим, что для того, чтобы найти твою карту, я наэлектризую колоду. То есть сначала показываем зрителю боком вот так колоду. Пальцем электризуем. Вверх, вверх. Карта не появляется. Теперь показываем, зрителю поворачиваем колоду. Опять так вот электризуем. Вверх, вверх. Далее выставляю мизинец. Жжик. Карта якобы выехала. То есть как будто бы из колоды появляется карта зрителя. То есть я вот так электризую. Жжик. И карта зрителя появляется. Я ее выдергиваю. Опять же, друзья, помните про ракурс. В демонстрации у меня колода была слегка наклонена. Поэтому было видно, что карта выезжает, ну, самая последняя. В принципе, это не беда. Потому что карта зрителя может оказаться где угодно. Но желательно, чтобы зритель не видел эту границу. Поэтому, когда показываете эту колоду, наклоните ее чуть на себя. Чтобы она была вот так вот. То есть потом, когда будете раз, 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 раз. И она появилась. Вот такой вот трюк. Продолжаем наш выпуск. Итак, друзья. Для следующего трюка мне понадобится два помощничка. В качестве этих помощничков я возьму двух красных королей. Итак, поместим их наверх. Смотри, я сейчас буду пролистывать колоду так на стол. Ты в любой момент меня останови. Просто скажешь стоп. Окей. Это я уже хорошо умею делать. Давай, поехали. Стоп. Стоп. Вот на этом самом месте, да? Да. Твой выбор это 10 крестей. Черт возьми. По карточному короскопу. Это моя карта, кстати. Ну что ж. 10 крестей мы уберем между двух королей. Итак, у нас три карты. Раз, два, три. Напоминаю. У меня король сверху. У меня король снизу. И посередине твоя карта. Смотри, я возьму вот так вот. Раз, раз, два. И твоя карта исчезает. Где же она? Ну если она исчезает, то значит она где-то должна же появиться, верно? Смотри, она появляется прямо посередине колоды. Магия. И не иначе. Итак, друзья. Для данного трюка возьмите из колоды двух красных королей. Положите их наверх колоды. Попросите зрителя остановить в любой момент, когда начнете отлиствовать колоду на стол. Начинаем отлиствовать. К примеру, зритель сказал стоп. Мы эту колоду, часть колоды с королями откладываем. И переворачиваем верхнюю карту, на которой остановил нас зритель. Это крестовый король. Мы говорим, окей, поместим твою карту между красных королей. То есть мы слиствуем раз короля. Кладем ее сюда. Берем эту стопочку. Слиствуем карту зрителя. В данном случае это король крести. Слиствуем, но берем на такой вот брейк, на мизинчик. И далее берем, слиствуем третьего короля. Но мы когда подносим колоду, мы вот эту карту зрителя цепляем. А слиствуем вот так вот короля на короля. А вот эту карту зрителя мы вот так вот быстренько подравниваем и убираем на колоду. То есть по идее у нас здесь два короля. Но мы показываем зрителю, что будто бы карту у нас три. Для этого мы делаем ложный счет. То есть отлиствуем раз. Это на самом деле очень простое действие. Потом подносим, забираем вторую карту два. А эту быстренько вкладываем в руку. И три якобы забираем третью карту. То есть получается так вот. Раз, два, три. Три карты. И говорите. Напоминаю, верхняя карта это король. Показывайте короля. Нижняя карта тоже король. Показывайте нижнюю короля. И между ними ваша карта. Мы выдвигаем эти оба короля вперед. И верхнего короля чуть назад. Создается иллюзия, как будто бы мы выдвинули карту зрителя. И как будто бы мы ее раз назад задвинули. Хотя на самом деле мы это выдвинули вот короля этого второго. После чего мы кладем ладонь поверх этих королей. И снизу вот так вот тоже прижимаем ладошечкой. Начинаем якобы растирать. И потом один король у нас остается в одной ладони, другой в другой. То есть я поворачиваю ладошки вот так вот вместе с королями. Так вот раз. Видите, у меня короли здесь остались. То есть я растер, ладошки вот так вот поворачиваю. Отношу их так в сторону. И бамс. Падают короли. Но если где-то карта исчезает, то где-то она появляется, говорите вы. И раскладывайте оставшиеся карты лентой. И конечно же карта зрителя окажется посередине колоды. Вот такой вот трюк. Ну что ж, друзья. На этом все. Я думаю, я надеюсь, что вам понравилось. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока.